Идем за глотанца Иде одна кирпичинка и здорова рамка На носово, ну сейчас будем показывать И потом они снимают рамку И вот так вот Вот она, видите, встала продолжение Видеоролик Мы его завтра будем снимать Сегодня у нас суббота Вы этот ролик увидите сегодня Так, друзья, всем День добрый Пошли, все постепенно покажу Начали делать посадку Я уже в тикток покидываю А реально вам не показываю на ютубе А в тиктоке уже показывал Після использования рамки Рамку, как используем Здравствуйте Да, всем здравствуйте Дивите Після того, как мы используем рамку Сейчас я все по рамке И по самому фасаду вам подробно расскажу Просто начнем с этого Каждый раз, как он нанесет Один квадратный метр кирпича На фасад И надо мыть Покажи, как ты мышь Сначала поверхность А потом каждый шорчик Вот так Потому что если сразу не помыть После того, как он нанес Вона засиха быстро И в следующий раз практически нереально На грязь она везти Воно потом тянет за собой И надо мыть каждый раз И если мыть вручную Мы сначала пробовали мыть вручную Русик попробовал два раза И помыть вручную Ну минут, наверное Та по пів часа уходишь Чтобы вымыть вручную На большом объеме Вручную Да Получается Вымиваешь вручную Надо все эти пазики Повымивать Все тряпкой или щеткой Пробовали и щеткой И тряпкой Короче, очень-очень тяжело Вымивается Покажи, как ты делаешь Пошли Ну Ну вот папа Сейчас как раз Наглядно принято показывать Рустам, ты сейчас будешь отрывать, да? Нет Оторвал А Ну Погодай Чтобы было точно Вот Дивиться тут, да Оце мы первым начали отсюда Первую часть То есть вот так Наносили Ну сейчас будем показывать И потом они снимают рамку И получается вуаляшный Кирпич Ничего подавливать не нужно Оно когда подсыхает Нужно взять Шкурочку И пройтись такие моменты Которые бросаются в глаза Да Ну а так все начали Оце первый наш Потом пішли и пішли И ось они все Погнали сюда Ось Как выходы А так все выходы Выходы Дуже и дуже крепко Ну таке прям аж Ну таке Как Ну клей Ну представьте клей Сухий Оно Ну Ото они сюда Повернули И пішли сюда Рустам сейчас Гонит дальше Рустам наверх Полис на фронтон Он уже Зробил первую часть Центральную А Русик Прогоняет сюда Дальше Ось дивиться Як начинается сама работа Ось Русик гонит Это свежак Стенки мы Грунтуем Грунтовка Кварцевая Грунтовка Специально Грунтуем Ну понятно Там у нас Полистирол Сетка Штукатурка Потом Кварцевая Грунтовка И вот так Ось сидите Дивиться Як это все Происходы Немножко Придерживаем Дай тут Не Так ты Русик тот же Робил тут Да? Если один Пошли Значит все Вот берем Повторяем Чтобы квадрат Кирпич Ось да Дивиться Ось так Так Тут Ось так Ось Ось вон Бачите Стало продолжение Кирпича Фиксируем Гвоздь Два Давай еще Возьмем И тут Если что Чуть-чуть Туда-сюда Ничего страшного Потому что Это свежий Ну да Сейчас мы все Все вам расскажем По самым рамкам Оцей рамки Вроде бы таке просто Рамочки Рамочки Вроде бы ничего такого И Как бы сложного Немає Но Короче Купили сначала На проме рамку Фигня полна Они же еще идуть 2-3 мм Там кирпича вообще не видно А у нас Иде Товщина рамки 5 мм Бачите глубина Шва яка дуже глубокая Ну Мы его как покрасим Она хорошо видна И плюс Вот эта часть не расходится Когда раствор наносишь Как кормушка не играет Да Короче На проме брали По 200-300 грн Не годятся Потом Заказали здоровую Такую как у нас А вона Когда на ней наносишь Вона Ростягивается Оттуда Получается Кирпич Ростягивает Потом А нам же хочется Зробить Вот так Именно Мы Задумали Вот так И потом Русик Поехал В Харкел Заказал Вот такие листи Как листи металла Так и есть Тоже листи Зробили проект От Везли на ЧПУ И Зробили нам рамки Я сейчас Ставлю видео Как Раблять рамки На Станку Побачите И Все И мы Добили Своего Рамки Нам Ця Вийшла 2000 грн Вот я показал Только что Ось Русик показал Як Этот Вин сейчас Нанесе И мы тоже будем От Подрывать Ну Наносить полностью Все Вот так вот Фактуру я показал Только что Можем это заметить Пару движений Легких И готов Ну ты Дороблюйся А мы же Подивимся Да Мы прямо будем Дивиться А я пока буду Рассказывать Все нюансы По рамке Наносить Не снизу Вверх Внизу А только Русик Чтобы раствор Не залезли Туда Под рамку Ну Сейчас Все Показываем Не спеши Русик Дело Такое Не быстро Заморочливое Но Красота Будет Просто Неимоверное Да Конечно Рамка Видео Про приготовление Мяса Старайтесь Брать Какий день Бо тоже Снять Это не так быстро И завтра На выход И завтра Завтра Мы будем Снимать Что у нас будут Ребра Ребра Готов Поставим Мы так просто отправлять вам не можем, чтобы вы нам на карту, как раньше, пересылали гроши. Теперь все идет, полная оплата на карту ФОП, на ФОПовскую карту, на подприемницу. Потому что мы открыли частного подприемца, ЧП, да, частный подприемец, поэтому только все через карту ФОП. Ключ карту ФОП я даю, вы оплачиваете рахунок ФОП, там у вас будет, я вам скиду, там Шугаров Станислав Алексеевич, ФОП и номер, и вот так оплачиваете. Кто что заказывает, хоть это сокиры, хоть это ножи, чтобы это не было, хоть это мясо, сали, большие, маленькие, хоть это вот такая рамка под кирпич, все, оплата идет вперед. Кто не верит, кто не верит. Да, кто там сомневается, или не верит, лучше не надо скидывать вам это. Это у нас, кто постоянно берет, все через карту ФОП. Мы уже вот тоже кабанчика убирали, и все, кто наши старые берут, все, например, уже научились платить на ФОП-карту, потому что мы платим податки, платим пенсионные и много чего другого. Поэтому вот так. Получается, показываю, вот так вот нанесли, счесали, вот это сейчас. Сюда, да. Вот так дотянули, может чуть-чуть. Шпателем дотягивать, это уже рисунком нужно. И когда стык, рисунком на рисунок нужно переходить, не просто. Ага. Потом берете обычный шпатель плоский. Ага. Это ты рисунок сейчас сделаешь? Да. Отлично наносит туда, туда и преобразовываются такие рисунки. То есть, в произвольном. Там кто как может, нам пишут тикток, и кульком можно, и щеткой, и валиком, и маковой. Кто как хочет, да. Нет, кульок в трафалете не нужен. Ну, люди так кажут. Прямо здесь можно кульком. А, ну, хай. Это не декоративная, ну, как сказать, это не штукатурка декоративная. А кто хочет вообще ревная, правильно? Да, гладкая. Гладкая, да. У кого какой вкус. Мы делаем. Типа, видите, вот такое воно, что непонятно такое. Специально декор создали? Да. Вот красиво получилось. А где-то что-то не культура, это потом подсохнет. Щеткой почистим. Щетка по металлу швы все сравнивается. Ну и сейчас будем же снимать рамку. И Русик покажет, как оно. Вот тут чуть-чуть. Ага. 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 Все, снимаем? Вуаля. Чи не вуаля. Где воно быстро? Такая, ну. Вот тут, одна важный момент. Ага. Целый кирпич на стыке, чтоб присылалось, их надо тщательно, а вся остальное можно не обращать. А, вот эта половинка, чтоб была, и новая половинка. Да, чтоб он целый высмотрелся, а не получился вот так вот стык. Видишь? Ага. Ага. Просто этого уберется чуть-чуть, если что, и все, она будет одноцепно. А ну, все, все, давай. Гвозди убрали. Гвозди убрали, давай мне гвозди. Не надо держать, угол спокойно она сама подходит. Ага. Берем за два конца. Сверху вниз. Готово. Вика, покажи побольше. Как выходы? Вот такие нюансы. Сразу убирай. А потом, ну мы еще, ну и вы там, кто, как советую, мы хотим сначала покрасить все общим фоном, потом швы выделать, а потом еще добавить фон на этот, да? Да. Что-то такое. Ну примерно так. У нас три цвета будут. Да. И вот смотрите теперь рамку после использования. Можно, если сразу быстро, второй раз ее использовать. Вы видите у нас какая рамка? Вона не тянется. И вот так. А то мы брали, тоже купили на Проми, на ОЛХ. Как гармошка. Вона как гармошка. Она не годится, да. То у нас спрашивают, сколько вам вышла рамка? Мы говорим в TikTok 2000 гривен. Ого, сколько. Ну они же видят, что 200-300 гривен рамочки. Поэтому, ну, тут мы рассказали, как мы соби делали. Так что так. И где она получается в комплекте здоровая рамка и еще маленькая карпачинка. Ну вот допустим там трубу бить и все что-то. Короче вот так. И сейчас идем показывать, как вымываем рамку. Пошли. А вот, бачите, это Рустама рамка, а это Русика рамка. Ось вот такая рамка и добавочная маленькая карпачинка тоже иде. Отдельно, да. Иде одна карпачинка и здорова рамка. Вот ставим на сетку или кладем на железяку, на какой-нибудь лист железный. Ну да, чтоб удобно. Чтоб да. И вот так. И вот так. И вот так. Ну вы поняли как. Он вымывает. Мойку вообще не выключаем уже три дня. Я ее накрыв тряпкой, чтоб не так выгорало на солнце. Не выключаем, там уже несколько дней. Воно постоянно включено. Это накрыв, чтоб на солнце не так это. Та и все. Воно постоянно, кто занимается, а это фасад будет делать, сразу настраивайте, потому что постоянно надо мить. У меня что хорошо. Воно в воде не много иде, но все равно чтоб была все время под рукой. Короче, вот так. Вот так вот, грубо говоря, с одной стороны привернули, потом перевернули с другой стороны, точно ждать, и она уже абсолютно чистая. И все, она готова к работе. Вон Рустам ставил и на фронтон уже. Красиво, да, воно чуть-чуть, по чуть-чуть, ну, эффект, конечно. Теперь я покажу, давайте я вам покажу крепость, який он виходит крепкий. Ось. Ось, дивитеся, яке воно виходит. Чего я показываю? То, что там в тиктоке пишут, что оцей кирпичик в хаті боится кашлянуть, типа воно все осипеться. Ну, это люди так пишут. Ну, это такое дело, это их. Дивите. Воно у нас только... Воно у нас только крепкое, что его даже не съебешь, не щухаешь, не где ничего. Это же мы вот так щеткиваем эти маленькие петушочки вот после шва. Раз. 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 То есть воно на... Ну, таке будет. Довго-вечное. А если еще на эту грунтовку... Как она, Руси, все забывает. На кварцевую грунтовку. А воно кварцевая грунтовка, как наносится, такие типа, как колючки под ней остаются. Адгезию лучше. Да. И хорошо хватается клей. Ну, и сам же клей для плитки, грубо говоря, мы его так просто в народе называем, он очень крепкий. И еще мы его сколько раз скрием, покрием, будет... Будет бомба. Ну, будет отлично. Вот, видите, как. Вот это уже все. Так тут видно даже, ось, он не виделенный сам кирпич, не виделенный сам шов. И насколько все, ну, вот, реально видно кирпич, да? А если взять рамочку 2-3 мм, его практически не видно будет. Воно как малюнок будет казаться на стенке. А тут, а мы... Ну, если кто не знает, даже воно... И не поймешь, что кирпич, не кирпич. Ну, все так роблять фасады, и мы же так решили сделать. Да. Для этого фасада надо. Не надо ничего там выдумывать усложненного. Вот, расскажи, Русик. Ну, почему мы вот с Стасом остановились на этом методе, ну, нанесении декоративки. Потому что делать из обычного клея, это уже первый плюс. Дешевизна. Ну, да. Второй плюс. Укрепляя ее. Да. У него было, ну, пожелание, чтобы это было, что-то было типа по типу кирпича. Покупать эти термопанели, на которых уже нанесено. Ну, каждая она по отдельности. Ну, на пенопласт уже наклеенный вот так кирпичик, или там камни. Да, да, да. Его цена уже превышает два раза себестоимость вот данного способа нанесения. И монтаж намного сложнее, и оно все равно не так красиво получается. Здесь можно обыграть, покрасить как угодно. И даже неровности скрадываются. Ну, то есть, получается, любой дома, кто займется, может это сделать. Да, даже та же самая уже приклеенная к сетке, не термопанель, а приклеенная к сетке, клинкерная вот эта плитка. Ага. Ну, или же есть... Ну, она все равно не выглядит так объемно, нереалистично. Да. То есть, за свои деньги это... Ну, это получается самый дешевый вариант. Но надо повозиться. Да, чуть-чуть она заморозила. Нам, как мастерам, конечно, было бы легче, чтобы Станислав взял подороже материал, нам и было легче. Ну, так. Но я ему лично сам посоветовал, если ты хочешь дешево и красиво, нужно остановиться на этом варианте. Потому что он хоть и дешевый, но выглядит намного дороже, чем конкуренты. Ну, да. Вот, видите, после этой грунтовки они так, как колючки. Ну, я думаю, кто знает, тот и знает. Ну, там есть не по грунтовке, можно показать. Да, есть не по грунтовке. Вот тут колючки. Русик, и покажи, как эта рамка, если внизу, как она выгинается. А у тебя нет тут рамки, да? Видите, допустим, это уже по грунтовке. Воно таке, ну, как шестидесята наждачка. Да, как шестидесята наждачка. А ось, допустим, не грунтовано. Воно гладенькое. Гладенькое вообще, как наждачка, наверное, шестисот или тисячное. Такое, ну, как чиркало на спичках. Да, там таки, поняли, и воно очень хорошо хватает. Пока что видно плохо, потому что мы сзади делаем. Ну, где? Задняя сторона. А уже, как рука набьется, мы как раз выйдем сюда на передний хон. Уже будет. Ну, будет красиво. Так что это мы таки решили делать фасад. Будем показывать вам, как оно все делается, как что, постепенно, поэтапно. Да, не терять жесткость. Вот, к примеру, нам надо внизу прогнать. Ну, вот нижний ряд. Вот, допустим, а тут, где он вставил. Ну, допустим, нам нужно еще ниже, да? Да, чуть-чуть ниже. То есть его спокойно можно. Так вот, вставляем. О, вот он нижний. Все, то нижняя кирпичинка. Довил. Все. Нарисовал, вытягивает рамку потом. То есть оно гнется вот. О, видите? Ничего себе не слышно. Да. Это до этого мы очень долго шли. О. Вот так вот так и все. Ну, с рамкой порядок навели получается. Теперь, чтобы кирпичики везде сделать. Может быть, а это свежее. Ну, по цене сами понимают, что оно можно не очень лешево. Просто мы сами начали штудировать, искать себе, покупать. И пришли к выводу, что нужно купить лучше один раз дорогую, которую хватит на весь дом. Нежели мы сейчас купим там по 700-800 грим вот такие кусочки. Ну, то есть. На 10 квадрат. И которые растягиваются. Ну, да. От пластика много чего зависит. Вот это не просто пластик. Вот эти дешевые пластики, они имеют свойство, во-первых, не щелочоустойчивые. Тут есть в составе цемент. Он разъедает его. Во-вторых, сам пластик растягивается во время работы. Вот с каждым разным растяются, растяются. То есть, в конце объекта кирпичики будут не 25, а 30 сантиметров. Да. Размер кирпичиков у нас 6 на 25. Ну, типа, как фаготик такой. Будет очень красиво. Побачите я. А ну напишите свое мнение. Что вы скажете за этот кирпичик? Очень интересно. Ваше мнение. Ваше мнение, да. Ваша думка. Ваша думка. Вот так. Так что, друзья, то таки дела. Всем пока.